Ну что же, дамы и господа, хотел бы каждого из вас поздравить, потому что прямо сегодня вышло новое обновление 0.15.3. Ребята, это не шутка, это не клибейт, все по-настоящему. Вот прямо сейчас я себя подвигаю, и вы видите то, что версия 0.15.3. Я уже обновил этот стендов, и я уже готов рассказать, что же добавили, что же изменили. И, наконец-то, я готов рассказать о самом главном, когда же добавят новую коллекцию на рынок. А поверите мне, это очень скоро. Ну а перед началом данного ролика, хотел бы вам подарить замечательный M8 Bayonet Blue Blood. Чтобы получить, тебе надо первое, поставить лайк и подписаться на мой канал. Во-вторых, написать любой хороший комментарий, плюс твой ID. И третье, самое важное, посмотри все видео от начала до конца, без перемоток. На Gigi следов вышло свежее обновление. Добавили весенние кейсы, в которых вас ждет топовый дроп. Обновились там сайт и группы ВК. Также добавили бесплатные подарки за пополнение. Просто пополняешь баланс и забираешь призы. Не забываем также про бесплатный барабан бонусов. А по моему промокоду получаете еще один бесплатный барабан бонусов. Также в описании есть промокод на бесплатных 35% к пополнению. Всем нужны ссылочки, ты найдешь в описании. Gigi Синдов мой выбор. Ну что же, ребятки, давайте обо всем по порядку. Что ж, добавили, что ж, изменили. Присаживайтесь поудобнее, наливайте ваш чай, компот, сок, все, что вы любите. Погнали смотреть. Для начала, первое и самое такое мелкое, наверное, неглобальное обновление, что уже изменили, это, ребята, изменили регионы. Например, мы теперь нажимаем на регионы и мы можем при помощи небольшого скролла выбрать необходимый для нас регион. В принципе, неплохо, в принципе, хорошо. Дальше следующее обновление касается именно клана. Я не совсем понимаю, какой смысл данного обновления, но, тем не менее, давайте посмотрим, как же все это реализовано. В следующем нашем обновлении нам запретили выходить из клана, если в клане есть участники. То есть, по идее, если я прямо сейчас нажму покинуть клан, то я не смогу. Проверяем, проверяем. Нажимаю покинуть клан и вы не можете покинуть клан, пока в нем есть другие участники. Честно говоря, не знаю, зачем это ввели, но окей, пусть это будет. Ну и куда же, ребятки, без багов? Рассказываю, нереально жесткий баг. Вы создаете лобби, закрываете его, запускаете с инстон. То есть, смотрите, вы один, лобби закрыт. Давайте еще раз его перезакроем. Нажимаете кнопочку играть. И сейчас вы просто будете в шоке, потому что вы создаете закрытый лобби. А потом, когда уже заводите в это лобби, лобби почему-то открывается. Я просто даже не представляю, как такое возможно. У игры более 50 миллионов скачек. Просто посмотрите на это. Я захожу, и сейчас ко мне начнут сходить рандомные челы. И что же мы видим? Ребята, спустя буквально полминуты ко мне уже зашел какой-то чел. Братан, ты как смог зайти? Лобби же закрытый. А я знаю как. Потому что, к сожалению, стендов сломался. Ребят, посмотрите, как же много людей зашло. Я просто в шоке. И это было закрытый лобби. Я просто в шоке. Стендов, это надо срочно фиксить. Как играть в дуэли, если где может зайти в любое время? Рандомный друг, это же нереально. Ну что же, я уже чувствую то, что вы заждались. А теперь мы, ребята, приступаем к самому главному. Это выход нового паста на рынок. Да, вам не послышалось. Прямо сейчас, если мы перейдем в галочку рынок. Фильтр. Тут мы видим New Year 2021. Что же это означает? А это означает то, что в ближайшее время выйдет новый паст на рынок. Вам же всем интересно. Кент, откуда такая уверенность? Когда именно? Прямо сейчас я вам все расскажу. Ну что же, давайте обо всем порядку. Вам всем интересно, когда же выйдет новый паст на рынок? Ребята, я думаю, что новый паст выйдет прямо сегодня или завтра. Рассказываю почему. Вышло новое обновление. В этом обновлении добавили на рынке раздел фильтр. Добавили новую коллекцию 2021. А теперь давайте вместе с вами поговорим, зачем же они это сделали и не добавили скинов. А все очень просто. Потому что обновление веб-галлери, обновление веб-стори, оно всегда выходит в разные сроки. И разработчики, чтобы не было такого, что у кого-то вышло обновление на рынке, у кого-то не вышло. Скорее всего, они ждут, чтобы обновление вышло на всех платформах. Все скачали это обновление. И потом одновременно всем откроют рынок. Я думаю, ребята, что это будет сегодня, максимум завтра. Ну, в самом крайнем случае, послезавтра. Поэтому, ребята, в очень-очень ближайшее время каждый из нас сможет купить любой из новых ножей. Я считаю, что это очень круто. И я лично очень жду этого. Что же я имею в виду? То есть, если мы, ребятки, заходим в Play Market для Android пользователей, а это 90% моих подписчиков, плюс-минус примерно, то у всех уже есть версия 0.15.3. А теперь представим, что я пользователь айфона или, например, пользователь Huawei. А у меня-то до сих пор версия 0.15.1, ребят, просто представьте. То есть, получается, обновление до сих пор не вышло. Кстати, я только что заметил один очень интересный факт. То, что версия 0.15.1 была, а версии 0.15.2 не было. То ли разобочки перепутали, то ли в этом есть какая-то своя пасхалка. Но почему-то сразу вышло обновление 0.15.3. Ну, а прямо сейчас я вам, ребятки, расскажу способ, как же каждый из вас сможет обогатиться. Я вам скажу так, что все эти скины, которые вы видите, это все, ребят, почти новогодняя коллекция. И мой вам совет. Пожалуйста, внимательно послушайте. Как только скины выйдут на рынок, закупайте ножи, потому что со временем они будут стоить дороже и дороже. Ну что же, теперь давайте посмотрим, какой же нож самый крутой. К сожалению, на этом скриншоте нету ножа M8 Bayonet Frozen. Но я вам скажу так, если он у вас есть, то вы просто самый счастливый человек на земле. Ну что же, теперь давайте посмотрим на остальные эти ножи. Керамбит Snowcama. Такой же самый керамбит есть у меня. Предположительно, я так думаю, то, что он будет стоить, ну, 3-4 тысячи голды. Скорпион Gold Flame. Учитывая то, что это Скорпион, ну, максимум 1,5 тысячи голды. Kunai Snowcama 2-2,5. Flipknife Snowcama, ну, ребят, это вообще самый дешевый скин, максимум 1,5 тысячи голды. И, ребята, мой вам совет. Как только все эти скины выйдут на рынок, максимально быстро закупайте все, что вы видите. Особенно наклейки и ножи. Это лично совет от меня. Также, ребята, я вам скажу так, что если вы хотите что-либо продать, то пока эти скины не вышли на рынок, максимально быстро их продавайте. По причине того, что как только все эти ножи выйдут на рынок, все остальные цены на рынке очень обвалятся. И продать что-либо за адекватную цену вы уже не сможете. И, конечно же, хотелось бы затронуть еще одну очень важную тему. Это тема обновления. Что же будет в новом обновлении и когда оно выйдет? Ребят, честно говоря, никто точно даты не знает, но если скины выйдут на рынок, то предположительно новое обновление тоже должно выйти очень-очень скоро. Тем более, ребят, третий сезон не за горами, учитывая сроки. Ну что же, первое и самое основное, это переход на сетевую архитектуру клиент-сервер. Если все это реализуют, ребят, тогда я официально могу сказать, что киберспорт есть в стендовке, потому что клиент-сервер это уже уровень. Ну что же, смотрим дальше. Также, ребята, обещали давать мастерскую карту. Вот, честно говоря, и на мастерскую я жду больше всего, потому что, ребята, просто представьте, каждый из нас с вами сможет добавить свою карту. Ну это же очень круто. Ну что же, обмен. Обмена, ребят, не будет, это мы уже прекрасно знаем. И, ребята, не стоит забывать, что все эти три карты, которые вы видите сзади меня, их уже изменили. Кроме одной четвертой. Это карта Синдстоун. И, ребята, я очень жду то, что в грядущем обновлении ее тоже немножко изменят. И, ребята, есть еще одна очень важная информация, о которой я забыл вам сказать. Я думаю, вы все знаете то, что я просто терпеть не могу читеров. Так вот, специально в грядущем обновлении разработчики добавили историю матчей, в которые можно детально посмотреть, кто играл в тиме, кто играл не в тиме, кто ливнул, а кого кикнули. Вы спросите, кентапока, так, а что же поменяли? Раньше было что же самое. Но оказалось, раньше вся эта система работала неправильно. И только в этом обновлении ее исправили. И только сейчас мы можем точно посмотреть, кто играл в команде, а кто играл без команды, кто бустился с читером, а кто играл без щитов. Более детально, полный список обновлений вы, ребята, можете посчитать в Клэмаркете. Ну что же, в принципе, на этом все. Обязательно поставьте лайк, подпишитесь на мой канал и напишите любой хороший комментарий. Хэштег паст на рынок. Всем удачи, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok